Искусство маскарада. После длительного перерыва в Иванове вновь пройдет долгожданный косплей-фестиваль Кейхон. Косплей, а проще говоря переодевание в костюмы известных персонажей из фильмов и мультиков, хобби в Иванове, как оказалось, весьма распространенное. Молодые люди, любители, а некоторые уже и профессионалы перевоплощений соберутся уже этой осенью. Участников приглашают со всей страны. Это косплей-фестиваль, посвященный различным совершенно тематикам. Это и косплей по играм, фильмам, мультикам и прочим, даже книжный косплей. И, конечно же, кавер-дэнс и караоке. То есть будут перепевать какие-то песни и перетанцовывать танцы других стран. Конкурс обещает быть серьезным. Участники уже продумывают образы и шьют костюмы. Подготовка к большому мероприятию начинается вот с такой маленькой мастерской дома. Косплееры собираются вместе, чтобы показать новые костюмы и поделиться идеями. Рассказывают, в ход идут любые материалы, начиная от ткани и заканчивая линолеумом. Качественный косплей требует серьезного подхода и времени. Для начала нужно подобрать персонажа, потому что это крайне важно. Нужно и чтобы пропорции подходили, и чтобы и характером подходил персонаж тебе. А потом уже смотришь на персонажа, смотришь его костюмы, что тебе по силу, не по силу. И выбираешь уже костюм и начинаешь творить. Организаторы обещают множество номинаций. От одиночных дефиле до сценических постановок. Косплей в последние годы становится очень похож на театр. Каждый выход участника отрепетирован. Судьи, а это будут профессионалы косплея из разных городов, оценят и костюмы, и актерскую игру, и слияние участника с образом. Импровизации тут не место. Создание косплея подразумевает собой не только создание костюма, но именно и отыгрыш. То есть как бы изначально на всех фестивалях прописано правило, в которых ты должен за определенное количество времени под музыкальное сопровождение передать характер этого персонажа. То есть ты должен продумать музыку, которая подойдет тебе по характеру, а также ты должен придумать то, как ты передашь характерные черты именно характера или самого персонажа. Вопреки общественному мнению, что косплей – увлечение подростковое, на фестивалях можно увидеть и детей младше 10, и взрослых лет 40. Ограничений по возрасту нет. До старта домашнего фестиваля ивановцы успеют показать себя на сценах других городов. Но с родным, шутят участники, ни один фестиваль не сравнится. Все ивановские косплееры очень радушно относятся к домашнему фестивалю. Мы очень долго его ждали, потому что после «Хана Юма» 2012 у нас не было фестиваля. И мы очень долго ждали, что когда-нибудь кто-нибудь соберется и сделает нам фестиваль, потому что выезжать в другие города и говорить, а, ребят, мы из Ивана, у нас нет фестиваля, было как-то невесело. А теперь у нас есть фестиваль, на котором мы можем выступить. 7 октября Ивановская филармония откроет двери для самых креативных косплееров со всей страны. Участие в Кайкон 2017 примут ребята из Москвы, Петербурга, Ярославля, Владимира, Орла и многих других городов. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.